Саша, очень классные у тебя получились новости интернета, но шутки в сторону, потому что в нашей студии уже появился гость. Будем сегодня разговаривать на очень серьезные темы с Татьяной Куровой, начальником отдела дошкольного образования управления образованием администрации города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Таня Борисовна, с Новым годом у вас. Сегодня старый Новый год. Позвольте вам пожелать хороших учеников и только хороших оценок и результатов у них. Спасибо, взаимно. Таня Борисовна, вот вы видели у нас в новости интернета. У вас есть домашние животные? Конечно. Ну как же без домашних животных? У меня собака. Тоже храпит. Ой, она еще и подсапывает и песни поет. Но вы увидели лайфхак, как посмотреть или как прослушать, точнее, своего домашнего животного. Подносите микрофон и, в принципе, наслаждаетесь этими. Я теперь тоже так проэкспериментирую. Ну, давайте поговорим о серьезных вещах. Одна из, наверное, самых насущных проблем – это очередь в детские сады. И, насколько мы знаем, лед в этом вопросе тронулся. Могу ли вы рассказать, в какую сторону? Ну, лед очень сильно тронулся. Во-первых, то, что у нас за три года уже построено и пошло более двух тысяч детей обеспечено уже местами. Также в этом году у нас будут открываться и четыре модульных детских сада. Два детских сада по федеральной целевой программе. Плюс еще два дошкольных учреждения тоже по федеральной целевой программе будет сдаваться. Поэтому это более полторы тысячи детей будет тоже в этом году обеспечено в новых дошкольных учреждениях. Конечно же, такие новости радуют. Но расскажите, какая оплата будет за эти места? Ну, оплата в этом году у нас в связи с тем, что у нас очень было много желаний родителей, те дети, которые посещают 12-групповые группы с режимом 12-часовым, мы привели в соответствие и нашу оплату. Теперь у нас будет оплата по часам режима группы детских садов. Дети, которые посещают до трех лет до десяти часов, будут платить 105 рублей в день. Дети, которые более 12, до 12 часов, будут платить 125 рублей. И дети, которые более 12 часов, это 150 рублей. Дети, которые с трех до семьи посещать будут до 10 часов, они будут платить 123 рубля, которые более, до 12 часов будут 150 и более 12 часов, это будет оплата 180 рублей. Но при этом компенсация остается, которая и была, это за одного ребенка 20% от общей суммы, за двоих детей 50% и трое и более детей, это 70%. Скажите, а вот до этого изменения какие цены были? Ну, до этого у нас было общее, дети до трех лет 110 платили, и дети с трех лет до семи платили 140. А с чем связано? А с чем связано? Ну, в связи с тем, что у нас дети 12-часовые остаются до 7 часов, и им, конечно, нужно-нужен, они хотят кушать, они пока ждут родителей, они как бы столько находятся времени, потому что полдник, он до 4 часов, а дети еще до 7 часов находятся в дошкольном учреждении. Поэтому было вот это решение. То есть, что входит в эту сумму? Это входит в эту сумму питания и хозяйственные бытовые нужды. 94% будет уходить на питание, и 6% это на бытовые нужды дошкольного учреждения. Ну, вот вы сегодня в начале нашего беседы озвучили о том, что столько всего было сделано за прошедший период времени. А тем не менее, сохраняется ли очередь на данный момент? Ну, к сожалению, да, очередь у нас еще сохранилась, и у нас в этом году мы не удовлетворили еще более 5000 детей. Ну, мы стараемся, мы делаем все возможное. А сколько нужно еще построить, сделать, открыть, чтобы полностью ликвидировать, скажем, очередность? Ну, вот сейчас строится дошкольное учреждение. Это более, надо еще 3000 мест для детей. А современные детские садики, которые, в частности, сказали модульные, на сколько они рассчитаны? Модульные на сегодняшний день, которые будут открываться, они рассчитаны на 100 мест. А в федеральном по целевой программе, это капитальное здание, оно рассчитано на 260 мест. Вот могли бы вы сделать такую ремарку и пояснить, чем отличается модульный детский садик от капитального? Модульное дошкольное учреждение, оно строится на территории уже действующего какого-то образовательной организации. Это лишь школа или дошкольного учреждения. А капитальное здание, оно строится отдельно стоящее. Или в жилом массиве, понятно, это уже на территории, где земля позволяет полностью построить новое. А что в таком случае лучше, иметь модульные детские садики или все-таки строить капитальные? Ну, это же все зависит тоже и от земли, и от площади. Да, и модульный тоже детский сад, он не такой плохой, как все рассказывают, тоже прекрасный. Но можно ли сказать, что модульный детский садик это некая полумера? Или все же это мера в полном смысле? Ну нет, почему? Это полностью дошкольное учреждение, как и функционирует, как и обыкновенное дошкольное учреждение. Они ничем не отличаются. Только плюс еще оно находится на территории, если это школы, то дети, которые заканчивают дошкольные учреждения, они сразу же переходят, да, они уже как бы знакомы уже со школой. То есть в этом есть свои безусловные плюсы? Конечно. Скажите, а вот если говорить о нашем славном городе Симферополе, есть какая-то, ну скажем, районированность этой очереди? Где больше нуждаются люди? Да, конечно, это у нас, конечно, получается Киевский район, где у нас очень сильно застройка жилых домов, но довольно-таки мало дошкольных учреждений. Но на сегодняшний день там тоже строится аж целых 4 будет дошкольных учреждений по федерально-целевой программе в Киевской районе. Это будет микрорайон Луговое, микрорайон Марьино, Загородний, ой, Загородний уже открылся, извините, и Каменка, и Белое. Это вот будут стационарные на 260 мест дошкольных учреждений. А модульные где будут находиться? Модульные у нас будут на Ростовской, это при 18-й школе, на территории 18-й школы, на территории 26-й школы Тарабукино, это центральный район, и железнодорожный район на территории дошкольного учреждения номер 9 маршала Жукова. Катяна Борисовна, спасибо большое, вы сегодня украсили наш эфир и сказали столько добрых новостей, что наверняка многие симферопольцы, которые так переживали, куда же ребенка определить, теперь будут спокойны. Спасибо вам. А я хочу еще, можно вот минуточку занять, что у нас еще есть радостная новость, что нам перешло теперь из ведомства МВД к нам теперь в муниципальную собственность, к нам перешло дошкольное учреждение номер 90, сказка. Теперь это наше дошкольное учреждение, и теперь все граждане нашего города могут воспользоваться. Оно находится на улице Гражданской, 67. Теперь это уже наше дошкольное учреждение. Вот еще плюс нам тоже. Нас и всех жителей Симферополя. А я напоминаю, что в гостях у нас была Татьяна Курова, начальник отдела дошкольного образования и управления образования администрации города Симферополя. Анатолийская. Продолжение следует...